Будем вопросы вам задавать, а вы будете отвечать на вопросы хорошо, думать хорошо и отвечать. Только надо вначале, прежде чем ответить, сказать, как вас зовут и сколько вам лет. Все вы узнаете? Да! Молодцы. Сегодня у Оли Медведева у нас день рождения. Да, мы ее поздравили. Обняли. Оля, иди сюда, я тебя поздравлю. Оля, я тебе желаю, чтобы у тебя все в жизни получилось. Понимаешь, все, что ты задумала, чтобы всегда получилось. Поняла? И всегда старайся все делать до конца. И всегда все получится, поняла? Все, давай, с днем рождения тебя. Беги, садись на шпагат. Так, девочки, знаете, я что у вас хочу спросить? Зачем вы занимаетесь художественной гимнастикой? Чтобы были сильные. И как по очереди? По очереди. А вначале что надо говорить? Как зовут и сколько лет? Давай, Дарья. Как зовут тебя? Даша, мне 5 лет. Зачем ты ходишь на художественную гимнастику? Чтобы я была сильная. Ну, принимается. Так. Ксюша, давай. Меня зовут Ксюша, мне 6 лет. Зачем ходишь? Чтобы я была сильной. Чтобы я была сильной тоже? Да. Давай, Виолетта. Меня зовут Виолетта. Мне 6 лет. Зачем ты ходишь на гимнастику? Чтобы занимать места. Занимать места. Лиза, давай. Меня зовут Лиза. Мне 6 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы учиться на шпагат и садиться. Ладно, принимается. Давай, Настя. Меня зовут Настя. Мне 7 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы заниматься спортом. Принимается так. Давай, Диана. Я хожу на гимнастику, чтобы быть растянутой и красивой. Ладно. Оля Беседнева, давай. Меня зовут Оля. Мне 6 лет. Я люблю заниматься и на шпагатах сидеть. Ну, все. Кира, давай. Меня зовут Кира. Мне 7 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы растягиваться. Хорошо. Аня, давай. Меня зовут Аня. Ну, как тебе зовут? Меня зовут Аня. Мне 5 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы я растягивалась там и выступала. И первое место занимала. Хорошо. Вот так. Лиза у нас как-то я, скажите. Давай. Меня зовут Лиза. Мне 6 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы садиться на шпагаты. Вот так. Так. Маша, давай. Меня зовут Маша. Мне 7 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы я была красивой девочкой. Лиза. Мирослава, давай. Меня зовут Мирослава. Мне 5 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы садиться на шпагаты. Молодец. Лиза, давай. Меня зовут Лиза. Мне 5 лет. Я хожу на гимнастику, чтобы растягиваться. Угу. Велислава у нас осталась. Меня зовут Велислава. Мне 5 лет с половиной. Я хожу на гимнастику, чтобы ходить на выступления и танцевать красиво. Танцевать. Ну, тоже как вариант. Ладно, хорошо. А теперь у меня такой к вам вопрос. Вы посидите сейчас и подумайте, кто поймет, что знает ответ на вопрос, поднимает руку. Почему вы кричите, когда вас растягивают? Вы же все пришли, чтобы подсесть на шпагат. Почему вы плачете и кричите, когда вас растягивают? Можно потерпеть? Вот сейчас вы рассказываете. Я плачу на шпагатах, потому что... Вперед, да, Елизавета? Я плачу на шпагатах, потому что мне больно, но я не могу терпеть. Не можешь терпеть. Ну, ладно. Давай, Велислава, почему ты вырываешься еще? Щипаешься? Ну, когда меня любимая растягивает, я немножко плачу, но терплю. А когда нелюбимый? Почему ты плачешь? Вы же должны терпеть, вы же все пришли на шпагат садиться. Ну, я плачу, потому что больно. Ну, ты же не обижаешься потом. Да, потом-то ты все равно... Вы же все равно потом все приходите на тренировку. Вы же не говорите, все, не пойду на тренировку, потому что мне там больно делают. Не говорите так? Нет. Вначале, конечно, хочется так сказать, а потом, когда красивые шпагаты появляются всем, хочется... Остаться. Так, Лиза, давайте. Так, а давайте так. Давайте мы будем говорить. Я не буду плакать на шпагате, потому что я хочу... И что ты хочешь? Я не буду плакать на шпагате, потому что я хочу стать красивой гимнасткой. Молодец, Лиза. Мне больно, потому что... Красивые... Давай, давай, так. Я не буду плакать. Я не буду плакать на шпагате, потому что... Я не буду плакать на шпагате, потому что я хочу быть красивой девочкой и занимать первое место. Я не хочу плакать на шпагатах, потому что я хочу стать очень-очень красивой гимнасткой. Так, Настя, давай. Мама, почему же я не буду плакать на шпагатах, потому что я хочу делать красивые шпагаты. Так, Виолетта, ты почему не будешь плакать на шпагатах? Скажи. Я не буду плакать на шпагатах, потому что я хочу занимать первое место. Я не буду плакать на шпагатах, потому что я хочу занимать первое или второе место. Я не буду плакать на шпагатах, потому что там красиво выступать. Так, Аня, ты почему не будешь плакать на шпагатах? Я не буду плакать на шпагатах, потому что я буду сильной, здоровой девочкой. И буду всегда терпеть на растяжках, чтобы мне занимать первые, а не места. Так, Оля, ты рассказывай, почему ты не будешь плакать? Я не буду плакать, потому что меня не больно растягивают. Я не буду плакать на шпагатах, потому что я хочу сесть на полный шпагат. Мирослава, теперь твое мнение. Я не буду плакать на шпагатах, потому что я хочу занимать первые места. Все хотят чемпионами стать, все хотят быть красивыми гимнастками. Это что? Так, хорошо. А то тренер на вас ругается, по коленям стукает. Вот, смотрите. Вася, прибыльте, пожалуйста. По коленям стукает. Вы же не говорите, что я больше не буду ходить на тренировку. Вот мы с Вероникой Викторовной вас ругаем, вы же все равно нас любите. Да. Точно любите? Да. Ну смотрите, а то вдруг не любите. Кто-нибудь зло затаялит. Я вот свою маму люблю. Маму каждый любит. Садись на шпагатах. Мам, я твоя любовь. Садись, Светлана, шпагат. Так, потому что, когда мы на вас ругаемся, Виолетта хватит во рту ковыряться. Когда мы на вас ругаемся, мы хотим, чтобы вы стали лучше. Мы хотим, чтобы вы чемпионами все стали. Все, конечно, не станут, но тот, кто будет терпеть, тот, кто будет заниматься хорошо. Я линей. А я гимнастка. А я гимнастка. С полтиной. Поэтому вы должны сами захотеть. Мы с Вероникой Викторовной не можем вас заставить. Вы должны сами. Я хочу сесть на шпагатах. Вы должны приходить на тренировку, садиться на шпагатах. Вот, вот. Да это на плавание тебе дали задание, а не здесь. Дома приходите, берете стул, диван, что хотите, и садитесь, и тянетесь, и тянетесь. А если вы сами не захотите растягиваться, мы с Вероникой Викторовной вам свои мозги не можем вставить. Так, взять мозг и вставить. Или можно сказать, я хочу, чтобы вы меня потянули. Да, так тоже могу сказать. Пока еще никто с таким желанием не прикроет. Кроме яблоксовой. Мам, почему я потяну? Не сейчас, Василия. Когда плечи не тянут. А кто-нибудь, честно признайтесь, кто дома тянет? Я вот. Только по правде, не вот. Мама, мы будем дома тянуть. Так ты должна сама? Да, я потянемся. Ты должна сама тянуть. Я тянусь дома на диване. Ну, есть несколько. Лиза, кстати, Лиза, мне мама ее прислала. Видео, фотографии, как Лиза тянется дома. Да, я вот с вами мамы дома. Тут вещественные доказательства. Сели, сели, сели. Я вам сейчас покажу. Сели. Надо вот как я заниматься тоже. Вот. Лизавета у нас. Вот равновесие. Все, что мы делаем на тренировках, вы же все можете делать. Все делать дома. Всем заниматься. И на шпагатике сайцы, и мостики делать. А давайте вы сейчас расскажете, что если бы вы были тренером, каким бы вы были тренером? Хорошим. Надо говорить, если бы я стала тренером, я бы... Замомала всех. Так, давайте с Лизы начнем. Давай, Лиза, если бы я была тренером... Если бы я была тренером, я бы растягивала. Ну, может быть, вы похожи на кого-то, как здесь у тренера были. Или что вы будете делать? Я буду всех тянуть на шпагатку. А ты бы строгая была или добрая? Добрая. Так, и не за другая. Куда ты опять ноги мне завернула? Давай. Если бы я была тренером, я бы их тянула на шпагаты. И заставляла... И габарирам брать предметы какие-нибудь. И заставляла им танец. Белислава, я бы все на шпагате сидят. Так, Белислава теперь у нас рассказывает. Если бы я была тренером, я бы всех растягивала. И всех заставляла делать шпагаты, мустики. Шпагаты, мустики. Кольцы. 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 Музыки. Кольцы. Шпагаты. А ты бы ругалась на них, были ли ты добрые? Да. На них ругалась люди, когда они плохо делали. И тянула их. Давай, Лиза. Я буду детям, чтобы всех занимать. Оля, сядь на шпагат. Быть доброй. Моя улыбшая месса. Всех тянуть на шпагат, на мостик, колесо и раздавать всем наклейки. Наклейки товарищи. Василиса, а ты, если бы стала тренером, каким бы ты была тренером? Я доктором стала. А, ты бы доктором стала? Да. То есть ты спортивным врачом бы у нас стала? Да. Уколы, таблетки, лекарства, бинты, глазки, глазки, глазки. Молодец, хорошо. Маша, а ты каким бы тренером была? Если бы я была тренером, я бы была добрым и всех бы тянула. А вдумай, можно. Давай, Наша, каким бы ты была тренером? Если бы я была тренером, я бы всех тянула и клеила наклейки. На шпагат все сели. Если бы я была тренером, я была бы добрым тренером и всех тянула. А Евгения Николаевна добрый тренер? Да. Виолетта, а если бы ты была тренером, каким бы ты была? Я бы всех тянула на шпагаты и всем давала наклейки. Аня, ты бы каким была тренером? Я бы была тренером добрым. Я бы всех тянула и наклейки раздавала. И чтобы я бы их хвалила. Девочка Вероника Викторовна добрый тренер? Да. Моя мама. Ксюша, а ты бы каким тренером была? Я бы лечила. Ты лечила? Тоже спортивным врачом? Да. Нет, я спортивным. Нет, я бы всем ножки забинтавала, если кто-то поранился. Молодец. У нас два спортивных врача. Так, Ляна, а ты бы каким врачом? Ну-ка, сели все наши тянула. Я бы была тренером, чтобы они были, чтобы придумывать им танцы, чтобы почти все занимали первые места. Миналетта и Оля. Ушли оттуда. Мирослава, ты бы каким тренером была? Если бы я была тренером, я была хорошим тренером и всех тянула. А вообще, вы уже решили, кем вы хотите стать? Я гимнастом. Ксюша хочет спортивным врачом стать. Я гимнастом. Тише, это не профессия, Василис. Так, Лиза, ты кем хочешь стать? Врачом. Врачом, хорошо. Доктор. А ты? Врачом. Врачом. Я доктор. Велислав, а ты кем хочешь стать? Меня. Профессией какой хочешь стать? Я бы стала спортивной гимнасткой. Спортивной гимнасткой? Вот. Это не профессия, Велислава. Профессия, это повар, водитель. Ой, повар. Тренер. Тренер, учитель. Воспитатель. Я учитель. Я тогда уж врач. Врач, все врачи могут стать. Лиза, ты кто у нас будешь? Я буду учителем. Учителем, вот ты точно учитель. Я воспитатель. Ты воспитатель. Дети в садик. И сейчас. Я буду учителем. Учителем? А чему учить будешь детей? Какие-то цифры, книжки. Учи, а сейчас мы Машу спросим. Чему будешь учить? Буквы. Русского языка и литературы, наверное. Маша, ты кем хочешь стать? Я хочу стать воспитателем. 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 В детском саду будешь залить, да? И я хотела бы стать врачом. Врачом. Понятно. Диана, ты все. Диана, ты еще не знаешь? Оля, а ты кем хочешь стать? А я хочу самотолок стать. Самотолок. Ты уже все перемен. Верю, не расслабай. Оля, уйди оттуда. Я пока не знаю. Ты кем хочешь стать? Даже не знаю. Не знаю? Ну ладно, давай. Домаходяй. Ксюша, у нас ваша. Понятно. Или Ксюша у нас ваш? Ксюша у нас спортивный хозяй. А, у нас. А, с девочки. А еще, знаете, у нас девочка занимается. Она, знаете, мне какие-то сообщения отправляет. Евгения Николаевна, я вас никогда не подведу. Вот вы тренера своего никогда не должны подвести. Тренер это тот, который вас научил всему. Вы делали первые шаги с ним в гимнастике. Вот кто-то пришел только, кто-то уже год занимается, кто-то немного занимается. Василий, посиди, пожалуйста. Мама. Вот. Но тренер вас научил всему. Вы же пришли, вы никто не сидел на шпагатах. Сейчас вы все сидите на шпагатах. Ну, кроме Дианы. Диана только пришла. А мы фотку плавили с мамой, мы читать научились. Мы давно вам отправили сообщение. Хорошо, отправляйте. Я тоже. Можете родителям говорить. Мама, вот давай я буду тянуться на шпагатах. Ты сфотографируешь меня и отправишь в WhatsApp у Евгении Николаевне. Или Веронике Викторовне. Пусть они посмотрят, как я занимаюсь дома. Понятно? Да. Тренера нельзя подводить. Если он говорит, что сели все на шпагатах. Значит, все сели на шпагатах и сидят. И не надо спрашивать, до скольки считать. А Оля как не хотела ничего делать. Виолетта, и ты тоже. Так ничего и не делаете. Все на шпагатах сидят. Одни вы лежите. Сели на шпагатах. Вот так. Когда вы не слушаетесь тренера. Тренер же вам не просто так рассказывает сказке всю тренировку. Он рассказывает то, как надо сделать. Как правильно сделать. Ведь мы иногда с Вероникой Викторовной целую тренировку тратим на то, чтобы прыжок касаясь вы сделали. Разбег, два шага, прыжок. А ведь это легко. Надо слушаться. Слушаться. Слушаться и не подводить тренера. Понятно? Вы должны быть еще преданы тренеру. То есть если вам там сказали, а давай у тебя хорошая растяжка, мы тебя на танцы заберем. А ты должен сказать, я люблю художественную вину. А я там растяжка. Своего тренера я не подведу. Я буду заниматься. Тренер в меня верит. Я ведь во всех вас верю. Я верю, что каждая из вас может, если она захочет, стать тем, кем она захочет. Хоть врачом, хоть олимпийской чемпионкой, хоть кем. Понятно? Главное ваше желание, чтобы вы захотели. Вот сейчас будут контрольно-переводные нормативы. Не все их сдадут. Но вы должны, значит, поставить себе цель. Я хочу сдать контрольно-переводные нормативы на следующий год. Я сдам и переведусь в следующую группу. А иначе вы останетесь на второй год. На второй год это уже не у меня. Я не веду второй год. Второй год ведет Наталья Сергеевна. Пойдете к Наталье Сергеевне, значит, кто не сдаст контрольно-нормативы. Второй год. Потому что первоклассники, как мы их называем, у Натальи Сергеевны у меня уже не будет первого класса. Будет второй, третий, четвертый. А кто четвертый придет вести? Ольга Александровна. Опятый. Тоже Ольга Александровна. Так что давайте мы договорились, да? Тренера любим, гимнастику любим. Маму с папой тоже слушаемся. Папушка, в бассейн ходим. Обязательно. В бассейн ходим. По желанию. Я в бассейн ходю. По желанию ходим в бассейн. Дома делаем домашнее задание на тренировке. То, что даю. Прыгать на скакалке, значит берете скакалку, прыгаете дома на скакалке. На улицу. Берете резиновую скакалку, простую, в фикс-прайсах продается. Ой, реклама, да? У меня есть. И сейчас ты снимаешь. Берете простую скакалку, там вырежете потом. Резиновую. И прыгаете на улицу. Мы раньше, когда были маленькие, Сироньки, на скакалку прыгали. Я тоже маленькая была. Резиночка у нас была. Мы прыгали на резиночку. Вы сейчас даже прыгаете. Вот, кстати, с резиночкой я хочу всегда. Я тоже маленькая была. Да, кто изводил меня. А мы раньше, я боюсь, всегда. Машими ручками, да. Я даже сейчас так и не прыгаю. Вот. Поэтому. Дома делаем домашнее задание. Можно смотреть. Вы же все умные у нас девочки. В интернет заходите, смотрите. Там Чемпионат мира, Европы. Ну, мультики не обязательно. По художественной гимнастике. Или, может, вам нравится, там, Аверина или Солдатова. Смотрите. И там из тренировок есть видео. Всякие-всякие. Вам интересно? Смотрите, что они делают. И учитесь. Ну, мне мама берет, и папа смотрит. Понятно. Все. Главное желание. Все молодцы. Давайте сегодня собираемся. С понедельника начнем контроль нормативы все. До тренировки. Повторяйте. Пошлите. Все. Все обуваемся домой. Асельса, одеваемся. Так, кто полутапочки забыл? Полутапочки? Да. Все. Нет. Как надо прощаться? До свидания. У тебя, посмотрите, Лиза вам показывает. Вы должны встать на высокие полупальцы по третьей позиции. Вот так. И даже если вы потом хотите... Да, хотите подойти, обняться на высоких полупальцах по третьей позиции. Все понятно? Да. О, ну давайте. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. На высоких полупальцах все стоим. Высокие полупальцы. Лиза, а что и высокие полупальцы? Да, как утренную. Как мы идем. Я могу даже...